Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, дамы и господа, наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы. От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей нашей планеты, перспектива развития каждой страны и благополучия качества жизни людей. Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций. Подчеркну, Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере. Прежде всего это касается реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Ведем энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение. Вчера у меня было обращение к Федеральному собранию Российской Федерации ежегодно, и в числе важнейших в контексте социально-экономического развития страны была поставлена задача существенно ограничить и к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии в нашей стране. Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры экономики, эта задача уверен реализуемая. Напомню, здесь вот коллеги говорили, вспоминая 90-й год, напомню, что по сравнению с 1990-м годом Россия в большей степени, даже чем многие другие страны, сократила эти выбросы парникового газа. Эти выбросы уменьшились в два раза, с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет. И как результат, сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Уровень эмиссии парниковых газов атомных электростанций на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой. Мы намерены и далее наращивать объемы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики, обеспечивать улавливание, хранение и использование углекислого газа от всех источников. Создаем также инфраструктуру производства водорода, как в качестве сырья, так и энергоносителя. Упомяну в этой связи, что в России, в одной из наших областей, в Сахалинской области, начат пилотный проект по формированию системы углеродного ценообразования и торговли углеродными единицами. Его осуществление позволит достичь углеродной нейтральности этого российского региона уже к 2025 году. Ни для кого не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление и проблемы с ними связанные, возникла далеко не вчера. Какими видим пути комплексного решения этих проблем? Первое. Углекислый газ держится в атмосфере, как известно, сотни лет. Поэтому мало только говорить о новых объемах эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере. Отмечу в этой связи, что Россия вносит без преувеличения колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов, как на своих, как своих, так и чужих, за счет поглощающей способности наших экосистем, которые оцениваются в 2,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год. Второе. Следует учитывать все, без исключения факторы, вызывающие глобальные потепления. Ну, к примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25-28 раз больше, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в 2 раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градусов. Что, кстати, составляет до 45% разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения. В этой связи было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу. Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата. Третье. Убежден. Борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность, преференции даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране. И последнее. Глобальное развитие должно быть не просто зеленым, но и устойчивым во всей полноте этого понятия, причем для всех стран без исключения, а, соответственно, тесно увязываться с продвижением вперед по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между странами. В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата, как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем. Собственно, этому и должны послужить итоги нынешнего видеосаммита. Благодарю вас за внимание.